Кто становится медитативным внутри пирамиды? Пирамиды создавали для сохранения мёртвых. Пирамиды строили для мёртвых, а не для живых. Да? Если построить пирамиду, даже из бумаги, можно провести эксперимент. В пирамиде должен быть угол 56 градусов на её вершине. Все четыре угла. Если сделать пирамиду с углом ровно в 56 градусов, даже простую пирамидку из бумаги, и взять какой-нибудь овощ, это очень легко проверить, особенно в тропиках. Возьмите овощ или фрукт, который при обычных обстоятельствах начнёт гнить через 3-4 дня. Оставьте овощ или фрукт внутри пирамиды с правильными углами на неделю или на 10 дней. Вы увидите, что процесс гниения даже не начнётся. Овощ или фрукт подсохнет, но не испортится. Потому что существует пять проявлений праны. Одно из них называется вьяна. Вьяна-прана. Есть прана, апана, удана, самана и вьяна. Это пять проявлений энергии в системе человека. Вьяна отвечает за сохранность тела. Вьяна концентрируется внутри пирамидальной формы. И тогда, естественным образом, усиливается процесс сохранения. Вы же слышали о мумиях. В них сохранились даже эпителиальные клетки. Над ними было проделано много работы. Много неприятной работы. Вы видели мумии вживую? Были в Египте когда-нибудь? Они проделали много работы по сохранению мёртвых в соответствии со своими верованиями. Но, по сути, речь идёт о сохранении. Я знаю, что в обществе пирамид продвигают идею о медитации в пирамидах. Пирамида предназначена не для медитации. Пирамида предназначена для сохранения мёртвых. Если вы хотите сохранить своего прадедушку, то можете построить для него пирамиду. Но если хотите знать моё мнение, зачем беспокоить мёртвых? Предоставьте мёртвых мёртвым. Вас должны волновать живые люди. Да. Вы должны заботиться о живых людях, а не мёртвых. Пирамиды созданы для мёртвых. Некоторые люди, не знаю, как назвать их, эти люди продвигают идею о том, что пирамиды благоприятны для медитации. Пирамиды не имеют никакого отношения к медитации. Вам необходимо понять, что медитация — это не какой-то вид деятельности. Это определённое качество. Если вы разовьёте своё тело, свой ум, эмоции и энергии до определённого уровня зрелости, медитация расцветёт. Вы не сможете остановить это. Если вы будете стараться медитировать изо всех сил, у вас в голове шарики зайдут за ролики. Вот и всё. Не пытайтесь распустить цветок. Учитесь садоводству, и цветы появятся. Да? Не пытайтесь создать цветы. Если вы захотите создать цветы, у вас получатся только пластиковые цветы. Но живые цветы вы создать не сможете. Учите садоводству. Если вы хотите, чтобы у вас в саду расцвели розы, вы не думаете про сами розы. Вы думаете о почве, навозе, воде, солнечном свете. Не так ли? Точно так же. Позаботьтесь о теле, уме, эмоциях, своей энергии. Сделайте что-нибудь с ними. И вы станете медитативными. Субтитры подогнал «Симон»